Здравствуйте, дорогие телезрители! На странице журнала «Томсомольская правда» в середине сентября 2014 года журналист Александр Гамов беседует с легендарным человеком, генерал-майором в отставке, героем Советского Союза, бывшим командиром Альфы Геннадием Зайцевым. В эти дни человек-легенда, без единого выстрела обезвредивший десятки террористов, отмечает 80-летие. Товарищ генерал, а давайте в честь вашего юбилея о том, о чем вы еще никому никогда не рассказывали. Давай, если ты так хочешь. Только группу Альфы, созданную Юрием Андроповым, вы возглавили практически с ее рождения. И какие Андропов вам давал установки? Он не распространялся особо на эту тему. Мало кто знает, что вопрос о создании этого спецподразделения со штатом всего лишь 30 человек, рассматривался на заседании секретариата ЦК партии. Ого! Это почему же? Приближалась Московская Олимпиада 80. Все помнят ли, как в 1972 году в Мюнхене террористы расстреляли израильскую спортивную делегацию? Нам было важно, чтобы у нас все прошло гладко. И вот Андропов трижды вызывал меня к себе на Лубянку, в том числе и для того, чтобы узнать, как подразделение готово к Олимпиаде 80. Не знаю, правда это или нет, но мне достаточно аперитетные люди говорили. После того, что случилось 28 марта 1979 года в американском посольстве в Москве, Андропов издал приказ такой, что я считаю, он и до сих пор для спецподразделений очень важен. Так что же случилось 28 марта 1979 года? В этот день, в 14.25, второй секретарь американского посольства Прингл встретил на улице Чайковского неизвестного человека и провел его в консульский отдел посольства. Попав туда, неизвестный выдвинул требования, американцы должны вывезти его в дипломатической автомашине в Шереметьево и в самолете отправить в США. А иначе он приведет в действие взрывное устройство, которое на нем. Гость показал его американцам, те сразу обратились в МИД, чтобы компетентные органы занялись этим бомбистом. Тут же поступил приказ Андропова, что группа А должна решить эту проблему. И сколько человек участвовало в операции? Десять человек в главе со мной. Было принято решение вести переговоры с этим взрывником. Я вошел в консульский отдел посольства, с ним беседовал первый секретарь. Увидев меня, он ушел. Мы остались вдвоем с бомбистом. У него бомба где была? На животе. Первое, что он у меня спросил, кто я, я сказал, второй секретарь МИД СССР. Удостоверение. Я говорю, у меня удостоверения нет. Я все документы оставил до пересечения государственной границы СССР. Я же в посольстве нахожусь. Дальше он заставил меня повернуться вокруг своей оси. Вывернуть карманы пальто, костюмы, брюк. Хотел убедиться, что при мне нет оружия. А потом начался очень нудный разговор, который длился два с половиной часа. Мы же не знали, кто он. В итоге мне удалось выяснить его данные. Власенко Юрий Михайлович, 1951 года рождения. Житель города Херсон. В прошлом моряк торгового флота. Сдавал экзамены вступительные в МГУ. Не прошел по конкурсу. Ословился и решил учиться за рубежом. Вот и предпринял такой демарш. А дальше. Он мне показал взрывное устройство. Оно было вогнуто по форме живота из белого металла. Предупредил, что если я пойду к нему ближе, чем на метр, он приведет бомбу в действие. Он понял, кто вы на самом деле? Нет. Я ему сказал, что мне надо будет периодически покидать консульский отдел посольства. Якобы, чтобы советоваться со своим руководством в МИДе насчет подготовки документов. Иначе, говорю, тебя никто не выпустит за рубеж. Он поверил. Но сказал не более, чем на пять минут отлучиться. Возвращаться одному, а то, мол, все, тут взорву. Я выходил дважды. Докладывал, кто он, что он. У меня сложилось твердое мнение, что мы имеем дело к психически неполноценным человекам. Это потом подтвердилось. Поступила команда «надо заканчивать». Я вышел и больше не пришел. А в комнату были заброшены две гранаты с газом. Они щипали глаза, вызывали кашель. Он нашел тяжелую бутылку пустую и бросил ее в окно. Разбил. Затем поступил приказ от Андропова поразить его плечо и предплечье правой руки. Потому что он все время держал руку у взрывчатки. Наш сотрудник Сергей Голов блестяще справился с этой задачей. Но после этого террорист забежал в другое помещение и там привел взрывное устройство в действие. Его еще живого донесли до скорой помощи. Там он и скончался. Как Андропов оценил ваши действия? В целом положительно. Мне и Роберту Ивону, который со мной работал, выплатили дополнительный оклад. И Голова тоже отметили ценным подарком. Но вместе с тем в приказе Андропова было сказано, что операция очень затянулась. И еще там говорилось, что личному составу группы А требуется иметь хорошую военную выучку, а также хитрость в общении с террористами. Приказная часть была очень серьезной. Я говорю откровенно, этот приказ сыграл колоссальную роль для подразделения А. Революция произошла с точки зрения его оснащения и вооружения. Под вашим руководством в аэропорту Нью-Йорка был проведен обмен диссидентов, доставленных из Москвы на советских разведчиков. Это был 1979 год. Все это делалось по заданию Андропова. Надо было вызволять наших разведчиков Энгера и Черняева. Потому что американский суд каждому подарил по 50 лет тюрьмы. Американцы согласились пятерых советских диссидентов поменять на двух наших разведчиков. И вот мы с диссидентами полетели в США. Нас было 10 человек, по два на каждого диссидента. Один у окна, один в проходе сидел. Мои бойцы. Можете перечислить всех диссидентов. Дымшиц, Винс, Мороз, Кузнецов, Гинсбург. А почему их так охраняли? Так решило руководство. Андропов? Да. Я руководил этим всем одновременно. Я, в частности, дымшицем занимался. Он у меня спрашивает. Вы из КГБ? Я говорю. Да что вы, разве мы похожи на сотрудников КГБ? Сказали им, что из службы охраны самолетов. Вы летели в Нью-Йорк спецрейсом? Обычным рейсовым самолетом. Заняли середину салона. Летом много американцев, туристов. Пили водку всю дорогу. Бутылки бросали на пол. Там хаос был такой. Будьте любезны. А как вели себя ваши пассажиры? Нормально. Я стюрду сказал, чтобы им не подавали вилки и ножи. Ложки, говорю, дайте. Дымшиц говорит, почему вы не разрешили ножи дать? Я говорю, да мало ли, горло себе перережешь, а потом отвечаю за тебя. Ложкой покушаешь. Когда прибыль туда на борт, поднялся Бартоломью. Это руководитель миграционной службы США. Спросил каждого, нет ли каких-то вопросов. Не обижали ли вас эти люди? Не оскорбляли? А вы не обижали? Ну что вы? А Бартоломью я сказал, господин Бартоломью, порядок будет такой. Два трапа к самолету. Один трап к бизнес-классу, второй к эконом-классу. У нас нет двух трапов. У нас один. Я говорю, обмен не состоится до тех пор, пока не найдете второй трап. Почему были нужны именно два трапа? Я решил производить обмен так. Пока один диссидент спускается по первому трапу, по второму в самолет поднимается один разведчик. Иначе нельзя. Мы диссидентов отдадим, они скажут, нет, мы ваших разведчиков оставляем у себя. Нашли трап минут через 40. Тогда началось. Один спускается, второй поднимается. Потом уже известно стало, что в этой операции со стороны спецслужб США было задействовано более 300 сотрудников. А у нас 10. Все удачно прошло. Вернулись в Шереметьево. Я знаю, что в 1985-1986 годах под вашим руководством было захвачено 12 шпионов ЦРУ. О, это отдельная работа. Только сейчас могу сказать. Одному шпиона мы не укараулили. Сбежал? Да нет. Когда его арестовали, дали ему ручку и лист бумаги, чтобы он написал явку с повинной. А он сказал, дайте мне мою ручку. Я к ней привык. Ему дали эту ручку. Он надкусил ее и тут же умер. Там сильнодействующий яд был. Даже врачи, которые скрывали тело Слекасовского, потеряли сознание. С тех пор мы задерживали, раздевали, переодевали свою одежду. В таком виде везли в следственный изолятор. Вы с собой брали одежду на захват шпиона? Да, спортивный костюм, кеды. Размеры подбирали? Да нет. Один и тот же. Пятидесятый? Больше, больше. И кеды наши советские. Размер побольше. Всем подходил. Задерживали как-то одного шпиона. Он потом в камере рассказывал. Я, говорит, никак понять не мог. У меня руки были в наручниках сзади. А они сняли с меня одежду. В том числе пиджак. И надели другую. Как? Да. И что это за фокус? Никакого фокуса. Он, видимо, был так ошеломлен нашей стремительностью, что ничего не запомнил. Конечно, его переодели без наручников. Наручники потом надели. Раздевали до трусов. Трусы просматривали. Если ничего нет, оставляли. А еще какие хитрости. В 1985 году задерживали Сметанина, помощника нашего военного атташе в Португалии. Он был в очках. Сразу их сняли. И правильно. Правильно сделали. Как потом оказалось, в очках был спрятан яд. Надкусил и готов. Сметанин, кстати, и свою жену привлек к своему шпионскому делу. Он тоже был завербован. Она тоже была завербована. И где вы брали Сметанина? В поезде. Он уехал в отпуск в Казань, в Татарию. Потом возвращался домой в Москву. Отпуск заканчивался. Поезд только тронулся. Он пошел в туалет умыться. И так далее. Народа в коридоре было очень много. И никто не заметил, как его задерживали. И отправили в другой купе, где уже были специалисты. Задерживали наши сотрудники. А я, что называется, руководил на расстоянии. Геннадий Николаевич. Первое интервью у нас с вами было в декабре 1993 года. Текст нужно было сдавать утром. И я, чтобы успеть, ночевал в редакции. Саша, это обращение к журналисту. А что же ты не вспоминаешь про нашу беседу, которую потом напечатали с точками вместо слов? Мои ребята вставляли в этот кроссворд недостающие буквы. Это когда вы рецензировали книгу экс-охранника Бориса Ельцина Александра Коржакова «От рассвета до заката»? Впрочем, все по порядку. Рассказывая о событиях черного октября 1993 года, Коржаков утверждал, что тогда Зайцеву, цитата, стало стыдно за своих подчиненных. Находясь около Белого дома, он чуть не пустил себе пулю в лоб. «Выпущенная большим тиражом, это ложь, отправилась гулять по свету», писал в сентябре 2000 года газета «Альфа», номер 9, скобка 48, издание Ассоциации ветеранов спецподразделения А. В октябре 1997 года до Зайцева дозвонился обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. Вот какой был диалог корреспондент. «Извините, Коржаков утверждает, что вы тогда хотели застрелиться». Зайцев возмущен. «Если бы я встретил его, я бы с ним поговорил, как генерал с генералом». «Но лучше, мат, в общем, не встречаться, извините». Правда, что Ельцин инспектировал «Альфу» в августе 1992, более чем за год до трагедии октября 1993 года. Мы встречались в полевых условиях, когда он увидел, что мы можем. Он сказал, «Теперь я понял, если бы в августе 1991 года начали штурмовать Белый дом через 15 минут, от нас бы один пшик остался». А в октябре 1993 года Ельцин вам какой приказ дал? «Освободить Белый дом вызвал у меня руководители отделов и подразделений ночью накануне. Вы мне показывали, на что способны. Теперь покажите это в Белом доме». «Но вы не стали выполнять приказ. Мы его выполнили, но не так, как он хотел. Мы сделали там все без единого выстрела». Еще раз. «Мы его выполнили, но не так, как он хотел. Мы сделали там все без единого выстрела». Что стало с Альфой? Ее расформировали? Нет. «Я стал ходить по высоким кабинетам, и каждому доказывал, что уважающее себя государство без такой структуры жить не может. Меня послушались». «Сколько в итоге вы были командиром группы Альфа?» «13 лет 7 месяцев, и мне никогда не было стыдно за своих ребят». «Накануне юбилея Геннадия Зайцева в коридорах спецслужб пришали ребус. Когда все-таки родился легендарный генерал?» «11 сентября или 12?» «Дело в том, что в разных справочниках приводится и одно число, и другое». «Я родился в поселке Лямины Чусовского района Пермской области. 11 сентября 1934 года», «объяснял юбиляр. А когда в 1953 году перед призывом в армию заполнял аккету, почему-то поставил 12 число. С тех пор у меня два дня рождения. Очень удобно. Если кто-то в первый день не успевает поздравить, можно во второй. Отмечай хоть двое суток подряд». В 1953-1956 годах Зайцев служил в отдельном полку спецназначения управления коменданта Московского Кремля, затем остался на сверхсрочную службу. В 1966 году заочно окончил высшую школу КГБ имени Дзержинского. С ноября 1988 по июль 1992 замначальника 7-го управления КГБ СССР МБРФ. 29 июля 1974 года приказом председателя КГБ Юрия Андропова была создана антитеррористическая группа «Альфа». 10 ноября 1977 года Зайцев был назначен ее командиром. На своем посту неоднократно руководил проведением спецподразделений по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 декабря 1986 года за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР. Мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников. В марте 1995 года вышел в отставку звание генерал-майора. Возглавил частное охранное предприятие Агентства безопасности «Альфа-95». В 2006-2008 году был членом общественной палаты. Геннадий Николаевич, о вас много ходит легенд. Одна из них, будто вы переодели парад победы на Красной площади. Нет, это не совсем так. Если быть точным, участников парада переодевал Владимир Путин. А дело было так. 9 мая 2011 года на Красную площадь вышла армия в рабочей форме, которую ей подарил Юдашкин. А я находился рядом с Владимиром Владимировичем. И если бы диктор не объявил, что вступил на Красную площадь, мы вообще не знали бы, кто проходит. Вы сказали об этом Путину? Нет, я ему говорю, Владимир Владимирович, слово «парад» подразумевает прежде всего парадную форму одежды. А это рабочая форма. Он промолчал, ничего не сказал. На параде 9 мая 2012 года войска уже были в парадной форме. Итак, уважаемые телезрители, значит, от лица всех зрителей канала Питя Ви Сто хочется поздравить легендарного человека, родившегося 11 сентября или 12 сентября 1934 года, отдавшего всю свою жизнь службе Родине, возглавлявшую легендарное, наверное, одно из самых секретных подразделений в нашей стране. И, ну, великолепное просто подразделение, это группа «Альфа». Долгие годы пожелать ему здоровья, счастья и всего самого хорошего. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. До встречи!